Водный сезон открыт. В столице запустили пассажирскую навигацию по Москве-реке. Торжественная церемония прошла в парке культуры и отдыха имени Горького. Прогулки на теплоходах по Москве-реке уже стали визитной карточкой города. Можно без пробок проехать по столице, увидеть исторический культурный центр Москвы и насладиться пейзажами. За прошлый год по внутренним водным путям речным транспортом было привезено около 13 миллионов пассажиров. Из них на долю Москвы-реки приходится около 1 миллиона. Москва-река, Москва, недаром называется портом Пяти морей, это традиционный отправной пункт для многих интересных маршрутов по просторам нашей Родины, который позволяет познакомиться и с историей, и с культурой нашей страны, и с жителем нашей страны, и с зарубежным гостям. Сегодня появляется все больше развлекательных прогулок. Например, поющий теплоход. Пассажиры на нем не только наслаждаются выступлением певцов, но и сами исполняют любимые песни. А вот на рок-теплоходе собираются любители танцев. Специально для ребятишек предлагают детские речные прогулки. Самыми популярными являются прогулки по центру, от Киевского вокзала до Новоспасского моста и обратно. Опять же, очень популярен повод от Водному каналу, от Болотной площади. Два наших новых теплохода с интересной экскурсией на нескольких языках. Прокатиться на речном трамвайчике можно с 11 утра до 8 вечера. Каждые 20 минут от причала отходит новый теплоход. Ольга Афанасьева, Виктор Копров, Виталий Тарасов, Москва. Виктор Копров, Виталий Тарасов, Москва.